Разве деньги это не равно влияние? Ой, Ли, если ты не влияешь без денег, то с деньгами ты тоже не влияешь Ценность-то это ты не можешь, не на рынке, не придумала, а хочу Но разве это уважение продаваться дешево? Ты можешь воспользоваться любыми деньгами, которые ты можешь пропустить через себя Ой, Катя, я чемпион по пропусканию денег Вот! Тебе отдали, чтобы ты передал Все деньги мира ваши Всем привет! Вы на канале Женщина У нас есть для вас рецепт, как смотреть наше с Катей видео Хоть как! Вот такой рецепт, да? Кстати, вот на самом деле совершенно новый опыт проживания, когда ты слушаешь в наушниках Когда я слушаю на большом экране или, например, через ноутбук, совершенно не то Я подключила наушники и занималась какими-то домашними делами Слушала интересное для меня видео Это был новый опыт В общем, найдите ту форму и то время, когда вам нравится Перед сном, или сразу после пробуждения, или в дороге Занимаясь делами, или сосредоточившись на том, что мы говорим Медитативный эффект Имеют эффект настройки Пожалуйста, заряжайте водичку То на что гораздо У нас вторая тема Я очень хочу тебя попытать насчет нее Эту тему предлагаю я Потому что, наверное, тоже у меня внутри есть вибрация на этот счет про цена и ценность Эти понятия, эти однокоренные слова, они так похожи, но они проразные Расскажи, что это такое и как определить собственную цену и ценность Ты знаешь, инструмент очень простой То есть, это нужно посмотреть на свой внутренний смайл То есть, насколько тебе эта цена, по которой ты продаешь свои услуги Улыбается Внутри, всем телом Я хочу именно так Вот глубоко, понимаешь? Вот, чтобы она прямо вот Вдохновляла, возбуждала Грела Это опять про честность Ну, конечно Ну, конечно Когда человек вообще хочет к тебе прийти, да, это первое, с чем он Да С твоей ценой и твоей ценностью, да И почему это так связано и вообще вышла вот эта вот сама формулировка Цена и ценность Если уйти в глубину, то Ценность-то это Ты? Но многие не могут этого признать А тогда что они продают? Ну, какие-то навыки, видимо, компетенции, что, опыт Ну, да И, допустим, если мы говорим про нашу сферу, да Ну, там, меня, допустим, человеку вернуть самого его, да Для того, чтобы он знал, как ему лучше поступить в его ситуации То есть, убрать все лишнее, оставить конкретно его Могу ли я это сделать, если у меня нет меня? Невозможно Невозможно Ну, и вот это просто как еще один инструмент для того, чтобы Понять, как это на самом деле у тебя И сколько ты хочешь за свои услуги Не можешь, не на рынке, не придумала А хочу И это абсолютно разные контексты Потому что, когда ты хочешь, да То, ну, опять-таки, в лице тебя хочет весь мир Ну, тут сразу человек глаза в глаза Посмотрит со своим страхом Друг к другу Потому что, ну, это же неприлично Это же много Это же столько не стоит А что скажут люди? А у меня никто не купит? И все вот эти вопросы Как отсюда сделать шаг сюда? Ну, ты знаешь, я тоже сегодня на эту тему размышляла Я такая думаю, ну, интересно Я знаю многих мастеров просто Такого уровня и такого качества, да И они продаются дешево И вот это вот вообще дешево Вот это само слово Вот чувствуешь, что у него энергетика? Фу, подешевле вот это вот Подешевле Мы в этот момент Мало того, что мы не уважаем себя как мастеров Мы не уважаем людей, которые к нам приходят То есть, если вот так вот объяснять голове, да Ну, разве это уважение продаваться дешево? А уважаешь ли ты человека? Что он что, не может себе позволить купить для себя Важное вот это? Вот это же жизнь сама Человек же приходит и говорит Слушай, мне нужна я обновленная, например Мне нужна моя новая жизнь Моя новая реальность Сколько это может стоить? Это бесценно Да Ну, тогда определять только по радости внутренней Если радость есть, значит, ты абсолютно правильно определила Если радости нет, но ты неправильно определила И это изначально кривая сделка Это контракт с твоим страхом С твоим комплексом И с твоей неуверенностью Соответственно, все, что ты будешь делать в мире Ты будешь конкретно это сеять И потом пожинать Мы когда с юной делали эфир, да И который вот так вот квантанул очень сильно Да, я сегодня его, знаешь, частями пересматривала Пришел такой там классный пример На тему того, что мы вот люди, которые занимаются И работают с людьми Мы как заводы по производству качественной энергии Да И наша задача, по сути, выгрузить Если это представить в образе, знаешь Несколько цинстерн молока Для того, чтобы у человека появилась возможность сварить его сыр И вот если мы, допустим, выгружаем там вот столько А берем за это вот столько Чувствуешь, что происходит? Я выгружаю вот столько качественной энергии Ну почему-то пришло тогда молоко Ну бог с ним, пусть это будет молоко А человек платит вот столько Соответственно Ну скиснет остальная часть Она просто киснет И тогда ты становишься производителем кислого молока Неужели так? Я знаю, что доработают все максимально Никто там, знаешь, ну среди моих, допустим Все так работают То есть отдаются по полной Да, конечно Ну тогда и бери по полной Потому что это честно Это по-настоящему И в этом очень много жизни Живой Не становись производителем вот этого кислого молока А произведи столько, чтобы человек действительно мог это забрать А тогда он изначально эту сделку делает Ну понимаешь, да То есть это как-то живая материя То есть ты сразу же договариваешься Да, вот, я готов Это готовность освоить то, что ты дашь И еще то, что мне приходило Я такая думаю Ну ребят, ну просто Просто выпишите на листок бумаги Все свои обучения за свою жизнь И посмотрите Сколько И посмотрите, сколько это Ну и я знаю прекрасно Что во время сессии Ты применяешь Один из вот этих многочисленных Многомиллиардных вот этих инструментов Которых ты набрал Этих, 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 этих Так сколько это может стоить Вот этот объем? Ну посмотри То есть это не может дешево стоить Ты знаешь, как это И я не уважаю еще тех людей У которых я это взяла Обесцениваю сразу же то, что дали мне там Пусть я дорого заплатила Да, но я не могу это освоить Почему? Опять-таки потому, что я не могу это продавать Как качественный, дорогой продукт Придется же отвечать Ну там еще, знаешь, подложка идет ответственности Да, ну то есть если я дешево продаю Ну как бы, ну вот и все Ну вот и все, ребят Ну что вы хотели за 2 рубля? Конечно, на 500 рублей-то я точно отработала Ну я бы вообще не выходила с таким продуктом Вот если так, то лучше дома под одеяло спрятаться И не выходить Потому что если ты продашь вот это Ну тебе в 10 раз умножится и вернется Не нужно этого делать Друзья, привет еще раз Я спонтанно, опять же, уже не так эмоционально Как только что, несколько минут назад Это было в эфире в инстаграме Ссылку на свой инстаграм я вам оставлю И вы сможете посмотреть его в ленте Что со мной происходило После записи серии интервью с Катей Цыгановой Вот я села на ее стол Сейчас на это высоковибрационное место Можно сказать Вот лежит слева от меня букет цветов Которые я купила по дороге обратно Когда возвращалась после нашего обеда Вот словарь, о котором я тоже рассказывала в эфире В инстаграме И который будет всегда памятью Об этом дне И всегда под спорьем и напоминанием О том, как я создавала свой новый курс по коммуникации Потому что этот конкретно Этот словарь станет очень важной его частью В общем, тумана напустила Что я хотела сказать Я специально попросила оператора Дозаписать фрагмент Чтобы сообщить вам о своем решении Я подумала об Катю Я всегда призываю вас думать друг об друга И у меня случился ряд откровений Важных для меня с профессиональной точки зрения И я приняла несколько важных решений Первое Я больше не буду продавать то, что создала два года назад Замечательный, полновесный Очень прикладной Очень дельный курс Говорите не бояться Курс от нашей школы интервью и коммуникации ВУГУ Который мы создавали вместе с командой два года назад Он прекрасен Он не устарел В нем 24 урока по трем дисциплинам Там по сути три больших продукта Это технология публичных выступлений И записей видео Это техника речи и психология коммуникации Сплетены в один продукт Доступ к нему дается навсегда Стоит он сейчас с максимальной скидкой 1900 рублей Потому что я его закрываю, ликвидирую Я больше не вибрирую с ним одинаково Я больше не хочу его продавать И я хотела делать распродажу Которая будет длиться там до середины сентября Нет Последние дни Ссылка в описании на этот курс Забирайте его, пожалуйста От моего сердца И от всего моего профессионализма и опыта Как подарок Потому что 1900 рублей За курс, который дается вам навсегда Вы сможете его переслушивать в машине Вы сможете скороговорки, поговорки Дыхательные упражнения Любые уроки, которые помогают вам Структурировать мысли Сформулировать главные темы ваших выступлений Преодолеть страх Побороть волнение Слушать в любое удобное для вас время В удобном для вас режиме всю жизнь И заплатить за это нужно один раз Кликнув по ссылке 1900 рублей Но эта продажа закроется через несколько дней И я больше напоминать про нее не буду Потому что я уже вся в новом курсе В новом продукте Который прямо сейчас рождается Я добираю в эти самые моменты Последние пазлы Которые помогут мне сформулировать И создать, и облечь в видеооболочку Новый продукт Который будет актуален какое-то время А потом я снова наберусь новых знаний Потом я снова поговорю с тысячами умных людей Соприкоснусь с их опытом И захочу сделать что-то другое И об этом я вам обязательно сообщу А пока финальные два дня распродажи В связи с закрытием курса Говорите не бояться Повторюсь, он не устарел Просто я уже другая Забирайте его как подарок за 1900 рублей По ссылке в описании Твой опыт взаимодействия с новым объемом денег Он совсем недавно был как раз Расскажи, пожалуйста, про это И опять моя любимая тема Все мои герои Вне зависимости от того На каком канале это происходит Или для чего мы записываем Для подкастов ли вчера я писала Я была гостем Сейчас ли с тобой говорим С Равилем ли мы встречались На минувшей неделе Ну то есть это все вы свяжете И увидите, как вселенная разговаривает Каждый продолжает мысль другого И вот там тоже вот был этот разговор Начинался про деньги И он меня вернул Равиль к главной идее буддизма То есть желания не реализованы Порождают все наши беды И идея перестать желать Убивать желания Он говорит, ну подожди Мы говорили про единство духовного и материального Он говорит, подожди Самый эффективный способ Убить желание Это его исполнить И когда ты исполняешь Ты понимаешь А это не очень-то было и нужно И ты выдыхаешь И я по жизни занимаюсь тем Что исполняю свои желания И потом меня отпускает Начиная от этих пресловутых брендовых сумок Будь они неладные Заканчивая совершенно другими вещами Твой опыт соприкосновения С другим объемом денег Который случился недавно Что он тебе дал И что ты там поняла Деньги это просто деньги Вот и все Никакой аппетиты Деньги это просто деньги Да И все Почему все так на них зациклены тогда? Многие Ну потому что путают роли денег То есть это не деньги А это допустим Ну там это Или вот это Или вот это Это не так Разве деньги Это не равно влияние? Ой ли Если ты не влияешь без денег То с деньгами ты тоже не влияешь Или влияешь только на тех Кто на самом деле падает на деньги Ну тогда этот человек Ты понимаешь Что он продал допустим Часть себя За деньги И ты сейчас общаешься С кем? С человеком без части себя Да Вот так Без части это несчастный Ну да С частью это счастливый А без части это несчастный Ну да То есть соответственно Если у тебя есть влияние То оно у тебя есть И с деньгами И без денег Но если у тебя его нет То у тебя его просто нет И сколько бы денег не было Они не решают вопрос То есть все равно Ты остаешься собой В любом случае Понимаешь? Да То есть какая разница? Я для себя поняла Что важно понять для чего То есть если тебе нужно И у тебя отклик на это Однозначно придут Столько сколько тебе надо Вот сколько надо Всегда есть Всегда Я даже знаешь Я не могла полгода поверить Головой Что я могу жить И у меня всегда есть На то что мне надо Головой не могла поверить Потому что Программа старая стояла Да ты что? Не хватит И мало ли там что И еще надо поднакопить И еще вот там вот Оставить Чтобы что? Мы же все стремимся В момент времени Здесь и сейчас Да? Да Соответственно Если у тебя сейчас Есть желание И на него есть Это у тебя есть или нет? Есть конечно Все Вот и все Арифметика очень простая А если у тебя сейчас Есть желание Но ты его подавил А деньги отложил На случай А мало ли что То у тебя и нет? Да И нету И не было Это все просто в голове То есть мы реально можем И опять-таки Если мы берем Вот эту пропускную Способность То есть я вывела Такую формулу для себя Если у тебя поток вот такой А ты его сужаешь К примеру Что траты Траты Вот такие Ну типа я запрос делаю Вот такой А трачу вот так Ну что вы Я же хочу много Я же подокону Это на самом деле Ты трамбуешь Вот это вот поле свое Да? То есть ты его закрываешь А здесь Вот эти места Это страх Поэтому Если ты хочешь Расширить свой поток В истинности Да? Ну слушай Сколько пришло Столько И потрать И потрать И потрать Это ну как бы Вот Я двигаюсь В потоке То есть ко мне Пришло-ушло 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 И нужно понимать Ты знаешь У меня недавно Такое было открытие Вообще офигело Ты себе там знаешь Карты МЧС делаю свои Уже третью партию По сто штук Естественно Мне там не нравится Опять я сделаю Опять мне не нравится И только на третьем И только на третьем В этом я поняла Что надо вообще-то Печатать по одной Наверное колоде Для того чтобы Вот чё к чему Опыт да? Через это я поняла Вот что То есть раньше я думала Что я теряю деньги А сейчас я приобретаю опыт Конечно Ты опыт А потом еще Я тебе хочу сказать Если мы говорим Что мы просто проводники денег То ты их потерять не можешь Ты их отдал обратно в систему Обратно в кровоток Который просто понес их дальше Которые придут тебе же Да Какие вопросы? То есть ты же их не сжег Да Не выкинул Не закопал Да Правильно? Ты их отдал Кому? Людям А люди куда их дели? Они их потратили Соответственно Нету вообще никакого Знаешь Я потерял деньги Серьезно? Так это все деньги мира твои Получаются Так да Ты можешь воспользоваться Любыми деньгами Которые ты можешь пропустить Через себя Пропустить Ключевое через себя То есть это возможность Как взять их Так и отдать Ой, Катя Я чемпион по пропусканию денег Вот Это так круто А люди Ну начинают Когда ты начинаешь складировать Ты как бы уменьшаешь свой поток И потом не можешь понять Почему А что не проходит А что не происходит Слушай, для чего они изначально были Я там хотела вот это Купи Отдай Заплати Поэкспериментируй Ну то есть я вот люблю Знаешь, именно экспериментировать И мне это нравится Там домены тоже покупали Недавно там То одно название Там то другое Но покупали Знаешь И это не потеря денег Нет, конечно Это такое наслаждение Что ты можешь творить Здесь То, что ты хочешь Естественно Деньги вот для этого Мне в частности Очень даже Классно Когда они есть И ты можешь А вот это так Это так Это тут я передумала И абсолютно спокойно Чтобы они не были Вот таким Бабайка из угла Поэтому это да Все деньги мира твои Все деньги мира ваши Да Это просто круто И Рациональное зерно В финале Этой потрясающей Вообще Беседы Этого монолога Даже больше я бы сказала Внесу Очень важно Очень важно при этом Работать Но не в классическом понимании Я всегда предостерегаю Наших зрителей От идеи того Что на них что-то Упадет само собой Оно безусловно упадет Но нужно для этого работать Но работать Не значит Ходить вовремя В офис И выполнять функционал Который написан В вашем трудовом договоре Нет Работать в принципе Душой То есть вот Всеми своими устремлениями И вот эта работа Быть честным с собой И признаться Как мы в нашем первом выпуске говорили Стухла твоя идея или нет Подходит она тебе или нет Откликается или нет Что ты отдаешь в мир И так далее В этом смысле Вот когда ты и работаешь И пропускаешь Принимаешь Вот тогда схлапывается И все Становится так как нужно Да Тебе отдали Чтоб ты передал Вот это ключевое в деньгах Тебе дали Чтоб ты передал Передай другому Да И кайфани В этот момент Субтитры создавал DimaTorzok